Доктор Лосев, манускрипт Войнича. Всё, спасибо. Так, меня видно, если... Видно, видно. Можете вот сюда встать. Сюда, да, потому что, чтобы свет был. Чтобы свет был, так. Так. О манускрипте Войнича многие сейчас в интернете дают информацию. Ну, учитывая, что я уже в течение 10 лет занимаюсь расшифровкой манускрипта Войнича, я, конечно, иногда слушаю эти лекции, смотрю материалы по этому вопросу, ну и прихожу к выводу, что интерес вроде к манускрипте Войнича есть, но, собственно говоря, нигде никто не говорит, извините меня, а за такую работу вознаграждение какое-то полагается, потому что сам манускрипт Войнича находится сейчас в Ельском университете, в принципе, в своё время у иезуитов, значит, Фердинан, по-моему, король, или 2 или 3 килограмма золота заплатил, в принципе, сам манускрипт Войнича написан на кожах козлиных там или свинячих, собственно говоря, и определённые краски синтезировались, то есть не просто так, и когда, собственно говоря, я обращался в некоторые инстанции, мне говорили, да это фальшивка, это фальсификация, я говорю, ребята, ну извините меня, это слишком дорогая фальсификация, зачем людям нужно писать 200 или 300 страниц, чтобы, в принципе, чего-то сфальсифицировать, вот такая ситуация, я обращался, когда я сделал первые шаги, то есть я где-то, когда процентов 40-50, собственно говоря, уже сделал этого кода, а, допустим, неизвестный текст без кода, или то, что называется кабала, звукобукино-числового соответствия, вообще-то прочитать нельзя, и я предостерегаю всех товарищей, которые просто так вот берут, там, собственно говоря, без алфавита, и читают чего-то, в принципе, вот, кстати, я встречался с Сашей Асовым, который там в свое время написал о Вересовой книге, когда я у него спросил, а у тебя алфавит есть со звукобукино-числовым соответствием? Он говорит, нет. Я говорю, а как ты прочитал? Ну вот так у меня там, типа контактер, понятно. Да я говорю, ну все, все, вопрос заканчивается. Точно так же, как, в принципе, вышли, новосибирцы, по-моему, выпустили книгу, в общем-то, «Арийские веды», там, по-моему, три тома. Ребята эти в Москву приезжали, я им такой же самый вопрос, я такой же самый вопрос им задал, говорю, ребята, вот вы три тома, три тома написали, говорю, «А где алфавит? Вы с какого источника это все переводили или списывали?» «Учитель». «Да, а мне, это, ну у нас учитель, вот который там, контактер». Я говорю, «Ребята, так вы об этом и напишите, что это бред там вашего учителя, его воображение». То есть он наговорил там, я не знаю, там за сколько лет, а вы теперь, в принципе, эту дурь, в общем-то разносите по всей планете Земля. Говорю, «Вам не стыдно бы этой ерундой заниматься?» И так далее. И когда, в принципе, я уже выработал определенную технологию по прочтению вот этих артефактов, а книговереса, если вы внимательно, то есть книговереса, манускриптводничья, если вы внимательно там в интернете наберете это, вы увидите, что это чудеснейшая книга, самая загадочная, ну прям такие эпитеты красивые, в принципе, все прекрасно, все хорошо, но нет одного, нет одного, ребята, а кто-то собирается платить человеку, который расшифрует это все, но это, извините меня, это колоссально, если десятки, а то и сотни институтов работали, да, скриптологи там, дешифровальщики, работали над тем, чтобы это все дешифровать, они потратили там, условно говоря, миллиарды, может быть, денег на это все дело, да, и результат нулевой, и тут, соответственно, вы выкладываете в интернете, и хотите заинтересовать, ребята, ну давайте вы теперь, да, а может быть, кто-то, кто-то и расшифрует, да, вот я единственный человек на планете Земля, я могу это сейчас твердо сказать, с уверенностью, что я единственный человек на планете Земля, который расшифровал манускрипт Войнича, а делал я очень просто, технология, технология отработана, не я ее придумал, в принципе, это даже логика подсказывает, а как нужно незнакомый текст расшифровать, я начал с того, что выписывал, выписывал вот эти вот буковки, которыми, которыми написан этот манускрипт Войнича, вот, в принципе, вот такое вот начертание этих букв, вот смотрите, вот первый листочек, вот второй, третий, смотрите, закономерность, видите, да, все видите эту закономерность, то есть вот 12, вот 12 буквок, то есть это согласные, да, соответственно, да, не все согласные, то есть это четкая графическая система продуманная, то есть это не просто так, это вот для тех, которые там шифровали, шифровали, у них ничего не получилось, и они решили, в конечном итоге, если у нас не получилось, а мы там гении, мы там, извините меня, там такие специалисты, крупнейшие, мы возглавляем институты, и у нас не получилось, значит, они говорят, это фальсификация, все это фальшивка, я говорю, ничего себе фальшивка, за 3 килограмма Фердинанд купил, в принципе, потом эти 250, книга 250 страниц, это ты попробуй, этот пергамент, в общем-то, это выделанная, выделанная кожа, написать, собственно, и определенными красками, тоже по определенной технологии, они синтезировались, и так далее, и так далее, говорю, ничего себе, сколько, сколько стоит, это, это фальшивка, в 14-15 веке, по идее, ну и тут остальные, я выписывал, просто, чтобы вы, учитывая, что у меня нет там, на флешку я не записывал, чтобы вы имели, имели представление, там 2, 3, вот 4, 5, то есть, вот такие вот, 4, 5, и 6, 7, 28, 28, 28 согласных, я не выписывал гласные, потому что они, не входят, и они не должны входить в алфавит, то есть, я когда, наверное, где-то в конце 80-х годов, начал с того, что прочитал книгу Дерингера, алфавиты, то есть, меня интересовал один вопрос, есть ли закономерность в начертании знаков, и соответственно, соответственно, в начертании, в начертании букв, я просмотрел там, я не знаю, сотни этих алфавитов, и я закономерности не нашел, единственный для меня свет в конце тоннеля, это я приехал в Москву в 92-м году и познакомился с Николаем Николаевичем Вашкевичем, и вот та гениальная идея, которую он высказал, о том, что русский и арабский язык являются единой информационно-кибернетической системой, то есть, есть, условно говоря, чтобы вы представляли, единый вселенский язык, который Бог, соответственно, разделяет на мужской и на женский, это универсальный закон вселенной, все работает по этому принципу, то есть, делится на мужское и на женское, энергия, энергия, она, соответственно, делится энергией, которая, или силой, которая расширяет, имеется в виду, от женского начала к мужскому, то есть, если от точки, это окружность, и, соответственно, потом, когда достигает эта сила, то есть, вначале она максимально, а уже на периферии она минимальна, то на периферии, это, вступает в действие новая сила, которая стягивает, условно говоря, и вот эта вот пульсация, вот это и есть то, что мы называем, что мы называем, троица, пульсация, пульсация, это все пульсирует, нет ничего на планете Земля, что бы не пульсировало, нет такого, почему? Потому что это, это единый закон, это жизнь, то есть, единство мужского и женского начала, вся Вселенная, вся Вселенная, православна, потому что представляется, единство мужского и женского начала, и есть элемент скрытый, бифункциональный элемент, который соединяет, мужское и женское начало, то есть, без этого, без этого соединения, то есть, фактически, фактически, мы видим двоицу, на самом деле, это троица, на самом деле, без вот этого промежуточного, бифункционального звена, ничего не будет, если мы говорим о Боге, если мы говорим о земной троице, то, соответственно, Бог Отец, Бог Сын, и человек Раб Божий, и человек разумный, то есть, две ипостаси, человек это Раб Божий, а Христос это Сын, Сын Божий, вот Сын Божий, он бифункциональный, именно, в троице земли, и, соответственно, мы с Богом связаны, посредством Христа, мы познаем Бога через Христа, то есть, вот такой принцип, и на языке это четко, четко просматривается, если мы говорим, что, а, этот единый язык, вселенский язык, разделился на мужское и женское, на русский, и на арабский, то, соответственно, каждый язык, каждый язык, это речь и пение, это относится к арабскому, и к русскому, то есть, мы почему-то говорим о музыке, но забываем о пении, ребята, пение, это тоже, пение существовало до музыки, поэтому существует речь и пение, и, соответственно, следующее деление, следующее деление, очень-очень оригинальное, это письменная, допустим, речь, и устная речь, писенное пение, в виде нотной записи, и, соответственно, устное пение, вот то, что китайцы говорили, Бабуа, число 8, а двух, восьмерка получила, понятно, да? Ну, китайцы это не понимают, ну, китайцы, вот они всем говорят, что мы заимствовали у китайцев, ну, ничего подобного, это китайцы заимствовали у нас, буквально, все, собственно, и знаковые системы, ну, может быть, я не буду речи касаться, но, допустим, я начинал вхождение, да, уже, в общем-то, в изучение языка, с китайской философии, моя первая книга, это была книга, по-моему, забыл китаевед, собственно говоря, книга Идзинь, да? Ну, и там я впервые познакомился с китайскими чертами резами, или гексограммами, по идее, но в этих гексограммах показана только часть системы, я систему восстановил, начал с одной черты резы, две черты резы, четыре черты резы, восемь черты, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это оказалась уникальная система, и я по этой системе, я уже лексию читал по периодической системе элементов, я эту систему использовал по строению или классификации химических элементов. Так вот, что я могу сказать на основании того, что я, когда мне говорят, а вы читаете моноскрит Войнича, ну, если я, условно говоря, составляю код для чтения, конечно, я делал, я, наверное, уже, сколько там, ну, попыток, наверное, 200, я, может, и больше делал, чтобы в конечном итоге более правильно, потому что ты по-другому не можешь вот это вот звукобукино числовое соответствие составить. То есть это нужно читать текст. То есть каждым разом я все больше и больше количества слов я просто-напросто прочитывал. И вот сегодня, готовясь к этому выступлению, а сегодня, в принципе, как говорится, старый, старый, старый Новый год, думаю, да, я выступлю и по этому поводу. То есть что я могу сказать? Что фактически-фактически, ну, мне трудно говорить, что я на 100% вот это звукобукино соответствие или код для прочтения моноскрит Войнича я сделал. То есть я не могу говорить, это уже должно показать время. Мне там в комментариях говорят, вот ты нам много говоришь, говоришь, возьми там и нам, там, или часть прочитай и так далее, и так далее. Но люди просто не понимают, или там, значит, другой комментарий. Ну, вот в этом, это элементарно, вот выписать буковки, да, выписать буковки и всем показывать эти буковки. Так вот я вот этим комментарием говорю, ну, я говорю, что вы, говорю, сидите на жопе мозолин натираете, ну, выпишите. Ну, вы же такие умные, значит, комментарии даете, сидя там где-то в тепле, извините меня, с одной извилиной в голове. Вы пишите, а потом установите звукобукино, значит, то есть какому знаку соответствует, в общем-то, голосовое соответствие. Ну, вот какой, какому знаку соответствует Б, там, Г, там, Ж и так далее, и так далее. Вот это основное, не текст читать, а вот это вот, вот этот код нужно сделать. Поэтому я сейчас могу сказать, да, я этот код сделал. Значит, а о том, чтобы чего-то, это, выложить, там, написать и так далее, и так далее, я говорю, представьте себе, как вы считаете, я, допустим, уже лет 10 работаю, да, и еще ни копейки за это не получил. Что вы предлагаете мне? А может, вам еще из звукобукино, как мне предложили, там, я обратился, высшестоящие органы, а мне говорят, ну, вы возьмите там на двух-трех страничках вот это все нам напишите, распишите, принесите, да? При этом они не занимаются, то есть они вообще не слышали о манускрипте Войниче, но тем не менее принесите. Так и многие, куда они обращаются, значит, многие вот такие вот ставят вопросы. Вы нам на двух-трех страничках вот это все, там, вот эти ваши исследования, вы нам все это дело напишите, принесите. А я теперь говорю, вот вам, ребята, вот так... Так, Боря! Такой буквы нету, вы вырезали. Да, так вот, смотрите. Боречка! Я понял. Все, 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 завершать нужно. Завершаем. Так вот, пока не появится, допустим, организация, которая готова, допустим, за то, что, допустим, я дам этот код, и они могут... Ну, сейчас техника позволяет, условно говоря, можно это автоматически обрабатывать, и, собственно говоря, можно, в общем-то, это все прочитать. Но я могу одно сказать. Заходите, китайские девушки, заходите. Мой опыт, мой опыт говорит о том, что этот текст, как нам многие там... А многие нас хотят уверить, что этот текст был написан в 15-м или 16-м веке. Я говорю, нет, вы ошибаетесь. Этот текст в 15-м или 16-м веке был переписан с какого-то там текста. И неоднократно, неоднократно этот текст переписывался. Мне задают вопрос, а зачем это делалось? А делалось для того, чтобы сохранить вот эти буковки. Не для того, чтобы там текст кто-то читал, а чтобы сохранить буковки, и кто-то, кто-то, на основании того, что эти буковки выпишет и так далее, и так далее, и сделать код. Почему? Когда я начал читать, у меня прочитано, если там говорили представители, которые это все шифровали, что они там смогли или 10, или 12 слов прочитать, я сотни этих слов уже читаю. Мне просто-напросто неинтересно там выписывать и что-то говорить. Сотни слов у меня прочитано уже. Вот в чем дело. То есть фактически, фактически, на сегодняшний день я единственный человек на планете Земля, который прочитал вот этот манускрипт Вонича. Так что это за манускрипт? Дело в том, что да, он был переписан в 15-16 веке. Я это могу утверждать, потому что очень много ошибок, связанных с перепиской. То есть люди, которые в 15-16 веке уже переписывали, они уже не знали этого языка. Просто не знали. Поэтому масса ошибок. А почему масса ошибок? Если вы посмотрите, очень много букв, которые имеют одинаковое начертание. Только там есть запятая над одной буквами. Поэтому они когда переписывали, они там непонятно. Где-то ставили, где-то не ставили. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И второе я могу утверждать. Я это уже покажу. И второе я могу утверждать. Алисочка покажет иначе. Давай-ка. И второе я могу сказать, что это русский алфавит. Почему? Ну, началось с того, что арабские буквы, арабский алфавит, буковки пишутся справа налево. Русский алфавит, рунический, пишется слева направо. И вот если вы посмотрите на эти буквы, они ровные, они рунические, они вертикальные. Все вертикальные. Борис, так вот, я заканчиваю сейчас уже. Так вот, и есть маркер русскости, о котором, начиная с цивилизации Вавилонской бузницы, его вообще изъяли из употребления, и вообще другой совершенно дали значение. Вот, допустим, вот этот знак, он известен у нас под цифрой 8, да? Знак бесконечности. На самом деле, на самом деле, это маркер русскости. Это буква Р. Это петля Небиуса. Это, собственно говоря, показывается вращение, вращение Земли вокруг Солнца происходит по спиральке. Вот вот эта буковка Р, Русь. Все. Вот для меня это маркер русскости. Зачем могу утверждать сейчас, что это алфавит? И, соответственно, я сделал звук обупиночисловое соответствие. Это русский. И чтобы мне там кто-то не говорил там, что это фальсификация, что это, извините, там что-то надуманное, и так далее, и так далее. Нет, сами знаки, это факт. Вот существование этих букв, это факт. И я этот факт, да, пусть по-своему трактую, но я его трактую по-своему. Да, я решил. Вот вы обратили внимание, да, доллар, он имеет, да, и, соответственно, черточка. О чем это говорит? А уничтожать русскость. Доллар. Вот и все. То есть все, все, все знаки говорят о каком-то событии, о каком-то явлении, и так далее, и так далее. Спасибо. Спасибо. Все, я думаю, этого достаточно. Достаточно. Скажите, а вот ценность решила.